Каждый день жители улицы Зеленая, села Дзукта, начинали с поисков воды. Единственным выходом был сбор дождевой воды в бутылки и фляги. Иначе ни еды приготовить, ни в доме убраться. Сельчане давно привыкли держать так называемый стратегический запас. Расходовали его крайне редко. И так 60 лет. Вот это селение воду не имело. Слава богу. И эмоции. Как женщина понимает, где и когда вода нужна, наверное, никто не поймет. Не верится никому из нас, что кран откроем и каждую секунду не будем закрывать, чтобы не жалеть, что бассейн заканчивается или питьевая заканчивается. То, что пока что бассейн не есть, невестка говорит, мама жалеть не буду. Трачу, как хочу. Благодаря главе администрации, в частности, Вове Казарян, вот дело как-то с мертвой точки сдвинулось. Вот. За что мы очень благодарны. Честно сказать, даже не верится, что на сегодняшний день мы можем пользоваться водой. Очень тяжело было. Я помню, моя мама бедно стирала на роднике белье. И вот таким образом, значит, очень много труда составлял этот весь процесс. На этой улице проживают 12 семей. Жители разводят скотину. Однако в таких условиях ухаживать за животными, огородами, садом было крайне сложно. Надежда, что вода все-таки появится в домах, не покидала сельчан. И вот спустя полвека проблему удалось решить. Неделю назад жители получили долгожданную питьевую воду благодаря совместной работе главы села и администрации Сухумского района. Мы очень довольны от них. Сколько лет здесь жили, воды не имели благодаря их. В общем, потянули водопровод. Сейчас так, что у нас должен быть нормально. Ну, это, можно сказать, неописуемая радость была. Не только для меня, конечно, но для всех жителей. Это на самом деле за 60 лет, конечно, вот столько было и просьб, и это самое. Ну, как бы это все было. Следует отметить, что на этой улице водопроводной системы никогда и не было. Протянуть воду из города было сложно из-за труднодоступности мест. Искали пути решения проблемы, говорит глава села Ваграм Казарян. Была изучена территория. И в итоге пришли к тому, что водопровод следует провести через лес и ущелье. С этой идеей глава села обратился к Алхасу Четанава. Проект был одобрен и получил поддержку. Почему у них не было воды 60 лет? Это, наверное, единственное то, что я дал импульс всем и администрации, и жителям, что есть лазейка, где можно протянуть воду через горы, а не через город, где ждали воду. Ну, по финансовым каким-то причинам нельзя было протянуть воду с города сюда, потому что не хватало давления, и очень большие ресурсы нужны были финансовые, чтобы провести этим людям воду. Додумался я, как можно провести воду через горы, через леса, через пропасти. Ну, и когда сказал жителям, пришел, собрал их, они, конечно, не поверили. Прошли по маршруту, посмотрели, померили, и решили, и поняли, что да, на самом деле есть место, как протянуть воду. Ну, и после этого обратился я к главе администрации Четанава Алхазауровичу с просьбой. Рассказал ситуацию, что вот есть вариант, как протянуть людей воду. Он тоже был очень удивлен, что почему раньше можно было так протянуть, никто до тебя не додумался. В течение месяца необходимые трубы были доставлены. Далее специалисты Сухумского водоканала и сельчане приступили к работам. В течение 15 дней водопроводная система была проведена. Трубы проложены через три ущелья, а берут свое начало с насосной станции по улице Вавилова в Келосуре. Изначально вообще была проделана громадная работа. Почему? Потому что с точки А, точку Б, чтобы вода пришла, нужно было пройти три ущелья, вот громадных ущелья. Это не секрет, что у нас тут гористая местность, глубокие ущелья. Было сделано две воздушки, вот где-то метров 120 одна воздушка, и метров 50, чтобы труба прошла между ущелью. Это все тросами было привязано, все. Так что работа была сделана громадная. Острая проблема жителей улицы Зеленая села Цзыкта решена. Теперь в планах сельчан плодотворно заняться сельским хозяйством, построить теплицы и выращивать различные культуры. Шазина Ханагу, Заур Кварча, Абхазское телевидение.